Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на интересующие вас вопросы. Очень интересный и, наверное, актуальный вопрос пришел. Можно ли быть настоящим патриотом своей страны и неверующим человеком? Вы знаете, дорогие друзья, на этапе подготовки к ответу на этот вопрос я нашел удивительное и глубокое письмо святителя Николая Сербского Велимировича из его замечательного сборника «Миссионерские письма». Однажды святитию Николаю примерно такой же вопрос задал один из адресатов его переписки. Зачитаю вам, и я думаю, мы с вами, дорогие друзья, сделаем правильные выводы. Письмо 177-е, неизвестному о главной разрушительной догме. Ты не пишешь ничего о себе, кто ты и чем живешь. Письмо подписал «Безбожник» и настоящий патриот. Говорит, что ты принимаешь основную догму русских безбожников о несуществовании Бога, а все остальное, что они проповедуют, отвергаешь и считаешь себя настоящим патриотом. Напомню, дорогие друзья, и все эти письма были написаны примерно в 30-е, начало 40-х годов прошлого столетия, как раз когда в нашей многострадальной родине была эпоха государственного атеизма. «Несчастный человек, кто завел тебя на этот скользкий путь, на котором невозможно не пасть? Ибо кто удержит тебя и вернет на высоту, с которой ты сорвался в пропасть? Ты потерял веру, следовательно, ты порвал нить, связующую тебя с Богом. Ты протянул руку сатане и думаешь, что сможешь удержаться там, где захочешь». Русские безбожники последовательны в своем зле, а ты непоследователен. «Отвергая Бога, они отвергают и все остальные ценности – брак, отечество, душу, совесть, нравственность. А ты, отпав от Бога, надеешься сохранить все остальное. Невозможно принять их главную разрушительную догму, которая влечет за собой разрушение всех уровней жизни, и сохранить то, что ты хочешь». Обратите внимание, как деликатно и в то же время глубоко святитель Николай обращает внимание адресата своего письма на невозможность, отвергнув Бога, сохранить все остальные нравственные устои общества. Ты должен выбирать или ступать на их опасный путь, или падать с ними в бездну. Если бы Бога не было, как утверждают они в безумии, то люди были бы просто случайно созданным комом гусениц, которых, по их мнению, нужно перед смертью хорошо откормить. Это их вторая догма – откормить всех одинаково перед жатвой смерти. Ибо, не веря во всемогущего Бога, они верят в могущество смерти. Поэтому, когда они говорят о «земном рае», в кавычках, они в действительности говорят о трапезе, собранной для смерти. Знай, тот, кто в уме и сердце отвергает Бога, чувствует себя внезапно освободившимся от всех обязанностей, лишенным всех надежд, помрачается умом и сердцем. Он легко оправдывает убийство и самоубийство. Брак для него – комедия, любовь к детям – глупая сентиментарность, любовь к родине, тем более дружба – простое сотрудничество. Ибо весь мир для них – загон для скота без пастыря, а жизнь – случайная земная плесень. Все это случается и следует за отречением от Бога. А ты до чего додумался? Пишешь – безбожник и настоящий патриот. Трудно стране с такими патриотами, а народу с такими слепыми вождями. «Нигда потребитеся грешникам, узырши», – говорит святой пророк и псалмопевец Давид. Псалом 36, 34 стих. «Разве ты никогда не видел такого раньше? Или не слышал, что бывает с безбожниками? Сокрушит, берегись, сокрушит всевышний безбожников, как сокрушаются глиняные сосуды», – говорил великий пророк Исаия. В 30 главе, 14 стих. «Посему береги свой разум и жизнь, а сохранить их, то есть разум и жизнь, сохранить их возможно только с помощью дородателя жизни и разума». 177 письмо святителя Николая Сербского. Трудно, дорогие друзья, что-то добавить к этому письму. Оно проникнуто болью, скорбью, состраданием к человеку, который хочет такую разрушительную, ложную догму воплотить в своей жизни. И, наверное, нет нужды, дорогие друзья, всем нам сейчас опускаться до имен и фамилий. Посмотрите внимательно на окружающую нас действительность. Все те, кто пропагандирует, позиционирует себя как безбожники, причем делают это явно, демонстративно, даже говорят о своем безбожии как о каком-то великом достижении. Посмотрите, как они относятся к родине. Я думаю, ответ очевиден. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.